Деревня Цзюнь-Ин расположена в горах к северо-западу от города Сямэнь и славится своим чаем. Но еще 30 лет назад местная чайная отрасль была под угрозой исчезновения. Для обработки листьев перед продажей нужен был огонь, поэтому леса на окрестных холмах активно вырубались на дрова, пока не исчезли полностью. А это привело к эрозии почвы и падению качества чая. В 1986, а затем в 1997 году деревню Цзюнь-Ин посетил Си Цзюнь-Пин. Он предложил восстановить леса на холмах. Раньше горы были голыми, и после вырубки лесов вода на них не задерживалась. Из-за этого у нас даже были проблемы с питьевой водой. Потом мы начали высаживать деревья, в этом участвовали многие местные фермеры. Вот, смотрите, эти деревья мы посадили сами, и теперь горы снова стали зелеными. Горный климат обеспечивает чаю из деревни Цзюнь-Ин особый вкус и аромат, а на фоне восстановления экологической среды его качество стало еще выше. Под маркой Тигуань-Ин его продают не только по всему Китаю, но и в Японии, странах Юго-Восточной Азии и других регионах. У многих сельчан были собственные чайные сады, но они не могли запустить продажи самостоятельно. Тогда мы создали кооперативы, чтобы объединить ресурсы. Мы закупаем чаю местных жителей, а также нанимаемых на наши фабрики. Это решило и проблему трудоустройства. Сегодня деревню Цзюнь-Ин называют образцовой в том, что касается защиты окружающей среды. Под охраной здесь 270 гектаров лесов и 430 гектаров чайных плантаций. В сумме насаждения поглощают более 1600 тонн углекислого газа в год. Это в том числе позволяет деревне зарабатывать на рынке квотную эмиссию парниковых газов. Благодаря улучшению окружающей среды деревня стала новым магнитом для путешественников. Согласно статистике, в прошлом году деревню Цзюнь-Ин посетили 200 тысяч туристов, а годовой доход на души населения достиг 45 тысяч юаней.